Друзья, привет! Давненько с вами не виделись, мы дома, мы приехали в Киев, и теперь будем здесь жить, поживать и добра наживать. Сколько можно стыняться по другим городам и областям? 64. Вот такие вот. Очередь на получение хоть чуть-чуть бензина. Караул. Бензина по-прежнему нет. Настюха просто в восторге. Ты грустный. Мы дома, наконец-то мы приехали домой. Ты соскучилась? Смотри, кто это? Это что, слоненок Бимбо? Слоник Бимбо. Соскучилась по игрушкам. Зарадоваться, хватается за игрушки. Мы дома, этого всего очень не хватало нам. Поэтому мы вернулись, на самом деле очень много приключений из нас было. Оля прячется. Смотрите, что Оля делает. Карамелизирует грушу, и дальше здесь будут твориться чудеса. Такие вот брускеты, только чуть груша подгорела, заболталась по телефону. Болтушка, конечно. Вот, мы на самом деле ждем гостей. Ну как же, собираться так с музыкой. Будем дальше потихоньку в привычное русло входить, насколько это получится в разгар военных действий и войны. Нас ждали очень много приключений. Сейчас вам вкратце все это расскажу. Немножко Оля тут на заднем плане что-то будет вещать, шастать, готовить. Итак, как вы знаете, мы уехали из Киева после того, как тут в окрестностях был Биг Бадабум. Со спины ты очень красиво выглядишь. Да. Вообще мы ехали, знаете, куда? Мы ехали в Черновцы. Но до Черновцов мы не доехали. Мы остановились в Каменце-Подольском. Сперва мы жили там в отеле. Потом, поскольку это было дорого, мы начали искать квартиру. Мы оказались в частном доме, нас приютили. И Света смотришь, спасибо тебе большое. Знаете, как обстоятельства складываются таким образом, настолько классным образом, что ты только потом это осознаешь. Сначала мы ехали просто в никуда. То есть у нас ничего не было, никаких планов. У нас двое детей. Неизвестность впереди. И машина, с которой в любой момент могло случиться все что угодно. И это таки случилось потом. Сначала у нас приборная доска выключилась вообще совсем. То есть машина не заводилась. Если приборная доска не работает, машина не заводится. Она заводится и тут же глохнет. Приборная доска, панель, да, приборная панель. Это была та еще эпопея. В Каменце-Подольском найти новую панель, это было сложно. Это нереально. Ничего не работает. Пришлось заказывать откуда-то из Польши вроде. Передали на Луск, потом передали на Каменец. После эпопеи вот с машиной поломок было на самом деле много. Сцепление как-то провалилось в пол. Выезжаю со двора, проваливается в пол сцепления. Все, мы никуда не едем. Мы отвозим машину до ТО, как получилось. Кстати, без сцепления машина нормально едет. Передачу можно включить и потихоньку доехать. Я этого не знал. Мне это подсказали. Так что, в принципе, это рабочий вариант. Приключения продолжаются. Лопнул цилиндр сцепления. Это капец какой-то. Одно за одним. Я не знаю, что происходит. Сейчас сижу на СТО. Но мы нашли запчасти. Нашли этот цилиндр. Обещают его доставить. Ребята. Покуда сняли аккумулятор, сняли его. Он лопнул и оттуда сочилась жидкость цилиндра сцепления. Поставили туда бутылку, чтобы туда капала жидкость. Потом добавим новую. Сняли аккумулятор, конечно же, потому что доступа не было к сцеплению. Вот оно все. Надеюсь, починю. Вот он, виновник. Новую детальку привезли. Вместо этого поставим. Мы что, победили. Теперь это все собрать осталось. А, как только мы приехали, я поехал на ТО. Все проверили. Потом фигня случается с приборной панелью. Потом фигня случается с сцеплением. Это все деньги. Так уж, так уж получилось. И снова таки, блин, опять эти предвестники. Такие совпадения, что у нас ломается машина, когда мы выезжаем надолго. Но, слава богу, она сломалась не до, не во время, а уже после. То есть мы сюда нормально добрались, и она поломалась тут. Так бы где-то застрять еще посреди дороги ночью к в селе. Это, ну, очень хреновая ситуация была бы. Так, тфу-тфу-тфу. После того, как мы побыли некоторое время в частном доме, праздновали зайки 35 лет, насколько это позволило время и ситуация. Да, 35 лет уже, большая ты, взрослая девочка. Мы сняли квартиру. С квартирами полная задница. Не только в каменьце, везде на западной. Тогда было жесть. Квартиры сдавали по 700, по 800, по 1000 гривен в сутки. 1500 мы даже видели. Короче, кому война, кому мать родная, как говорится, да, некоторые на войнах зарабатывают. Всегда такие были. Неважно, откуда ты приехал, вот цена такая. Это даже был случай, когда бабушка, ну, или женщина сдавала квартиру. Сказала, я вот 1000 долларов, вот квартира моя в месяц. Была у нее квартиранка, давайте 500, я готова вот сейчас 500, нет 1000. И она дождалась своих квартиросъемщиков за 1000 и благополучно им сдала. Просто приезжают люди, у которых дофига денег, они могут себе позволить такое арендовать. А даже средний класс приезжая туда, просто в афиге с этих цен. Откуда? В Камене с Подольском, вдумайтесь. 800 гривен в сутки. Нет, ну, как туристические, если, ну, сезонные, ты просто... Да в Каменце никогда таких цен не было. А долгосрочно? Ну да, долгосрочно, шмысл там, на месяц, на два, то есть, ну, серьезных денег это стоит. Вот, ну, ну, вот так вот мы пробыли в Каменце, получается, примерно 3 месяца. И вернулись благополучно в Киев. Продолжаем поддерживать наших армию. Платим налоги, вот, официально. Вот, а я сегодня, кстати, заплачу, уже июнь месяц, надо заплатить. Настя прыгала на батуте, сломала ногу. Классно. Это уже в Киеве было. Ну, ничего, это все. Это все решаемо. Вот ты там ходишь. Оля готовится к гостям. Гости скоро придут. Я, это, ничего, на видео показала, что это хозяин. 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 Хозяин, ну, давай, хозяин, хозяинничай там. Что еще вам рассказать? Многие уже возвращаются в Киев, на самом деле, потому что тут стало как-то чуть-чуть более спокойно, чем было раньше. Ну, отбили орду, которая валила сюда, вот, и оставила после себя просто жесть. Но я просто не хочу сейчас об этом рассказывать. Кто подписан на мой телеграм, инстаграм, там, в течение трех месяцев подряд, каждый день я выкладывал и выкладываю новости. Как бы веду еще войну в информационном поле. Как могу, помогаю. Вот, потому что некоторые люди, даже вы видели, что творилось в комментариях под видео прошлыми на ютюбе. Некоторые люди просто неадекватные. Торсиане вообще преимущественные, которые пишут подобные комментарии, неадекватные вообще. Или боты, или неадекватные. Я думаю, вы тоже следите за новостями, видите, что происходит. Знаете позицию многих, кстати, русских нормальных людей, звезд в том числе, которые не боятся открыто заявить о том, что у нас происходит. И в этом им респект. То есть, ну, нельзя говорить, что все русские плохие. Все идиоты, все там зомби. Это не так, на самом деле. Потому что тот же Галкин, ДДТ, Шевчук, Макаревич, куча звезд других, Дудь, тот же Ургант. Да, они уехали из страны, потому что их бы там закрыли. Вот и все. То есть, они остаются людьми и остались людьми. Это, на самом деле, очень дорого стоит. Но большинство, вот эта масса, она, к сожалению, зомбирована. И верят своему президенту автоматически, для меня лично. Если ты не высказал позицию против, если ты не сказал нет войне, значит, ты просто поддерживаешь, разделяешь эту позицию. Это уже индикатор. Что мы будем делать в Киеве? Работы не так много, на самом деле. Но будем выживать. Выживать как можем. Будем чем-то другим заниматься. Наверное, с магазином, покуда у нас пауза. Потому что заказы, которые там поступают, их очень мало сейчас. Ну, Оля может рассказать чуть-чуть подробнее. Чуть-чуть есть, да? Ну, общая ситуация такая, что сейчас не до хорошей торговли. Может быть, у розетки, там, прочее, все нормально. Но мелкие магазинчики, там, мелкий бизнес, он сейчас, к сожалению, не может похвастаться хорошими доходами. Хорошими доходами и хорошими временами. Что поделать? Идет война. Война продолжается. Поэтому посмотрим. Все будет хорошо. Моя юридическая линия, она никуда не девается. Если вам нужны юрслуги, пишите в комментариях. Если у вас вопрос, который не требует детального изучения, можете его задать. Я вас проконсультирую абсолютно бесплатно. Любые юридические услуги, корпоративная, банковская, финансовая, суды, интеллектуальная собственность, IT, IP, ICO, крипта. Если что-то хотите узнать новое. Welcome. Кстати, по крипте она просела. Вот. Но, тем не менее, мы все равно умудряемся зарабатывать. Чего и вам желаю. Да, о крипте хочу поговорить отдельно. Хочу порекомендовать вам приложение для ходьбы. Я уже говорил о нем в инстаграме. Если пропустили, по ссылочке в описании будет ссылочка на это приложение. Что оно дает? Оно вам за каждые тысячу шагов дает одну монетку. Там минус комиссия самого приложения. Sweetcoin называется. То есть, ты ходишь, оно тебе платит по одной монетке. Пока эти монетки не стоят ничего. Но в будущем они обещают уже летом выйти на рынок. И это будет полноценная криптомонета, которая залистится на какой-то из бирж. Может, это будет Binance или Binance. Может, это будет Hobby, там Bybit. Не знаю. Это не имеет значения. И тогда, когда она выйдет уже на биржу, эта монетка, она будет стоить каких-то денег. Согласитесь, вы как бы ничего не теряете. Приложение, покуда, бесплатное. То есть, вы можете скачать его, собственно, начать ходить. И вам за каждые тысячу шагов будут начислять одну монетку. И в будущем, когда эта монетка будет стоить каких-то денег, вы сможете эту монетку продать. Получить деньги за это. Естественно, если вы еще не зарегистрированы на какой-то из криптобирж, рекомендую тоже это сделать. Я рекомендую Binance. Если вы зарегистрируетесь, опять-таки, по ссылочке в описании по моей реферальной ссылке, то получите еще кэшбэк 5% на комиссии экономить. Да, и чем прикольно вот это приложение с Bitcoin, ты потом сможешь торговать этими монетами. Точно так же, как сейчас Stepan кроссовки. Ну, какая фигня со Stepan. Некоторые, я знаю людей, которые купили кроссовки по 1400 долларов. А сейчас они только-только начинают отбиваться. Монетка просела, падает, Solana падает. И в итоге они купили. И сейчас кроссовки можно купить не за 1400, а за условно 500 баксов. И срок укупаемости у тех, которые купил за 1400, он удлиняется просто. Если там можно отбить за месяц, то теперь фиг. Теперь там 3 месяца только эти кроссовки отбивать. А потом, конечно, ну, сможешь тоже их продать, вернуть там средства. Но, вот, ну, я сколько вот с ребятами сейчас говорю и смотрю, сейчас уже не рекомендую в Stepan заходить. Просто не рекомендую. Есть другие темы, есть другие темы в крипте, где можно заработать больше денег за меньший период времени. А вот это с Bitcoin, опять же, возвращаясь к этому приложению, тебе не нужно покупать кроссовки, тебе не нужно тратить свои деньги. Там, конечно, можно оформить годовую подписку по какой-то шаровой цене, 25 долларов, по-моему. Я себе купил и жене купил эту годовую подписку, которую удваивают эти монеты. То есть за 1000 шугов вы получите 2 монеты вместо одной. Ну, это классно, это перспективно. И потратив там 25 долларов в год, ты там через год сможешь с них заработать условно 1000 долларов. Я пока условно, я не знаю, какая будет эта монетка. Но чем больше у тебя монет, тем не важно тебе на самом деле, сколько она будет стоить. Во-первых, ты ходишь, ты делаешь то, что делаешь каждый день. Ты ходишь, зарабатываешь монетки, и потом, если тебе еще даже эти монетки удастся продать, это вообще классно. Даже если будет она 1 доллар стоить 1000 монет, у тебя уже штука баксов. Будет она 0,5 стоит, ну окей, на 2 там 500 баксов 1000 монет. Это может быть очень интересно, и что хорошо, что не нужно вкладывать в своих денег. Можете не покупать годовую подписку, можете бесплатно ходить. У вас просто будет лимит 10 тысяч шагов в день, то есть это 10 монет всего вы заработаете. Но в дальнейшем майнинг этих монеток будет осложняться, и одну монетку будет давать за 5000 шагов. Опять же, как и везде, кто первый зашел, тот сможет нормально поднять денег, раскрутиться в этой теме, понять, что к чему, и жить припеваючи. На этом, наверное, все. Такие вот новости. Я не знаю, как часто я буду записывать видосы. Может, сейчас пойдут старые видосы, которые у меня есть, я просто их не смонтировал. И они, может, будут выкладываться степ-бай-степ. Потому что некоторые ролики мы еще записывали до войны. Не знаю, может, кому-то интересно. Если вам интересно, напишите в комментариях, посмотреть старые видео. Не прощаюсь. Копырю вам. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok